добрый день друзья сегодня будет такое короткое видео небольшое посвящено будет ответом проблемы вопросы вот и затронем еще тему инвест проекта пожалуй начну с него те кто начинает смотреть этот ролик по крайней мере на это обратили особое внимание потому что будет реализовываться приборы скидочным ценам то есть ценам производства и поэтому для многих это будет очень актуальной информации так мы начинаем инвестиционный проект до 10 декабря он уже начался можно в общем то туда вкладывать средства по производству партии приборов и код стандарт из обсидианы 2 2 цветовых гамм это коричневая и черная я вчера получил уже образцы тех изделий которые будут производиться я их соберу и на следующей неделе я вам их продемонстрирую то что вы будете получать значит первая партия изделий будет видимо изготовлена из с применением старинных монет у меня лежит партия специально обработанная таким образом чтобы сформировать на поверхности вот эти микро как бы усилители то есть там будут микро пирамиды вот это у меня уже лежит достаточно давно и я периодически вставляю эти монеты приборы вот поэтому эти приборы будут со старинными монетами английскими и вы можете их приобрести и в дальнейшем я думаю что буду туда делать тоже вставки и из разных материалов в том числе из магния из возможно алюминия и возможно изменим возможно даже будут золотые пластины то есть инвест монеты это мы посмотрим о развитию событий соответственно стандартном варианте с монетой значит будет реализовываться партии по цене производства то есть это инвестиции в производство изделий вот будет партии будет 50 изделий вот вы можете уже в эту этот инвестор и откладываться будет он действовать ориентировочно до 10 декабря вполне возможно продлён вот после соответственно середина декабря вы будете получать на свои инвестиции вот эти приборы плюс будут подарки есть каждый инвестор получит например у меня подарок небольшой при отсылке я буду вкладывать посылку и вы его увидите подарок плюс если инвестиционная компания пройдет успешно я буду разыгрывать под новый год новогодние призы будет ни одной изделий там несколько изделий все зависит от того как активно вы будете участвовать в инвестиционном проекте и если мы скажем вот эти вот этот тираж закроем полностью то есть за счет совместных инвестиций я тоже буду туда вкладывать я и вкладываю потому что я делаю серьезную скидку инвесторам до 60 процентов вы можете со скидкой приобрести приборы но все зависит от вашим ваши как бы инвестиции размер инвестиций если вы вы инвестируете в один прибор это одна скидка если инвестируете от 5 до 50 это другая скидка если вы инвестируете в 50 приборов у вас будет 3 3 скидка вот скидки очень значительные и многие кто хочет купить и приобрести прибор вот может это осуществить вот я по инвестиционному проекту буду все время как бы к этому возвращаться и в общем то об этом говорить вот теперь мы поговорим о самой важной теме международной обстановке давно я этой тематике не касался я уже говорил что в общем то мы сейчас имеем дело с неким явлением перестройки мира а в связи с тем что объективный закон концентрации производительных сил он вызвал вот эти процесс процессы связаны именно с природой с биологией человека прежде всего то есть это связано именно с нашей природой с теми возможностями которые обладает объект и логический объект человек на земле вот и здесь вот многие говорят что вот мы сейчас теми же якутами начнем пользоваться чтобы исход был положительный его не будет еще раз подчеркиваю вот поэтому мы создали манифест мы создали пакет набрали пакет поддерживающей литературы и люди чтобы они не заблуждались в своих оценках и взглядах надо этот пакет иметь и его его изучить полностью до последней книжки прочитать все это может быть не один раз вот поэтому мы реализуем этот пакет вот я уже говорил что он будет не бесплатный то есть я его бесплатно никому не буду отсылать потому что это бесполезное действие абсолютно то есть этот эти книги будут положены в пыльный угол компьютера на винчестере там еще на каких-то носителях на флешке и больше человек к этому к этим книгам возвращаться не будет эта психология поэтому мы установили цену на этот пакет литературы называется манифест манифест который объясняет в общем-то в подробностях что сейчас происходит и что самое главное нужно делать в этих условиях вот и я считаю что те люди которые приобрели приборы они должны еще дополнительно иметь вот этот пакет инвестиционный смысле не инвестиционный а манифестовый пакет там много то это 33 письма с литературой вы все это прочитаете вы все это осмыслите вы будете знать как работают приборы которые я реализую и почему я их реализую почему я призываю эти приборы приобретать и иметь в наличии вот потому что если вы скажем так к этому отнесетесь слегка мыслим с определенным вы получите очень серьезную ситуацию в будущем вот но если вы будете приобретать приборы чем больше мы их реализуем среди населения тем больше у нас шанс двинуться дальше пересернуть вот эту очень сложную ступень который по-другому не при перешагнуть на других вариантов нет я это совершенно с полной как ответственностью говорю чтобы мы не строили как бы мы не пытались сейчас реорганизовать свою общественную жизнь мы дальше у нас пути дальше нет вот и вот те процессы которые сейчас происходят которые мы нам уже очень сильно не нравится вот это на так называемый процесс апокалипсиса то есть это перемены перед перестройки вот этой системы в связи с возникшими проблемами связано именно с возможностями биологии человек вот понимаете насколько это серьезно это объективные законы это природный закон который преодолеть можно только некой техносферой новой техносферой которые мы сейчас пытаемся внедрить вот и если мы этого не осуществим то есть вот этого переходного периода мы скажем такие самые положительные сценарии будет откат назад вот откат назад на позиции примитивной техники технологии тогда когда наше сознание возможности нашего сознания будут уравновешены с возможностями освоение новой техники то есть когда вы это это равновесие установится то будет возникнет стабильность но вы при этом не будете пользоваться теми достижениями которые на сегодняшний момент мы имеем то есть и информационной технологии и уже привычные для нас смартфоны все это уйдет в небытие мы опять придем к неким примитивным прийти на состояние другого пути вот подчеркиваю еще нет вот или путь полного полной гибели человечества в любом случае даже если мы откатимся назад вот мы все равно как бы будем двигаться по замкнутому кругу опять придем к этой ситуации тогда когда объективный закон начнет давить на нашу биосферу на человека и опять мы будем искать выходы именно вот в этом ключе то есть мы не сможем скажем так организоваться и сделать новые общества новые новый мир и новый человек нам сейчас нужно создать прежде всего новый человек а это новая техника и технологии то есть мы должны работать над тем чтобы генетический аппарат человека был более совершенным и он давал нам вот это преимущество усвоение новой техники вот без этого движение на будущее невозможно еще раз подчеркиваю как бы мы вы ко мне моим словам не относились не крутили виска и прочее прочее вы с этим столкнетесь каждый человек на земле с этой с этой проблемой она не прекратится это нужно понять никакими шаманскими процедурами и прочими прочими вещами вы ничего не прекратите не прекратится война у как на украине и прекратится противостояние запада россии это не прекратится все эти процессы нацелены на разрушение техносферы в как бы по причине того может так сказать что есть метод управления который сейчас доминирует в нашем обществе но он не может быть изменен по той простой причине что человек остается на вот этих позициях вот на примитивных позициях на позициях того существа который вышел из природы вот и здесь мы имеем вот это вот как бы целевое 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 движение да то есть нацеленное на то чтобы вот эти вот вот этот управленческий аппарат стабилизировался вот стабилизация правильнического аппарата возможно только тогда когда он будет уравновешен с техносферой достижение техносферы он будет соответствовать вот этим вот как бы вот этой вот базису так называем которого которые говорили марксисты и так далее то есть вот этот базис материальный он должен быть уравновешен с надстройкой вот кто помнит эти термины которые мы изучали еще я вот изучал и многие мои ровесники изучали в школах университетах в институтах и так далее то есть есть базис есть надстройка они должны соответствовать вот если они не соответствуют возникает революционной ситуации возникает конфликтность вот здесь все намного серьезнее то есть вот те революции те эти самые это перестройка как раз базис он меняется опять же там народе ческий строй вы знаете феодальный капиталистический социалистические вот это все изменения как бы произошедшие в результате изменения вот этого базиса то есть следующий этап концентрации производительных сил вот она в общем нацелена на то чтобы вот этот базис привести в соответствии с с настройкой и точнее наоборот настройку привести соответствии с базисом то есть системность должна отвечать элементам системы если элементы системы все время выбивается из общего контекста разрушает эту систему то система становится неустойчивой опять же покупку приобретайте манифестом все книги которых которых который я упоминаю говорю и вот эти все идеи они там изложены манифесте очень коротко лаконично оставшейся литературе это подкрепляющая литература по прочтении который вы поймете во первых что делать и как двигаться дальше то есть вы приобретете те знания которые вам дадут возможность выжить вот в этой в этой ситуации если вы это бы не будете понимать вы или сойдете с ума или будете уничтожены пожаром войны эпидемии так далее так далее здесь я вас не пугаю вот я не прогнозирую конец свет я размышляю на основе объективных законов и их развитие то есть не просто какой-то священник там или адепт какой-то религии встал и говорит завтра готовимся концу света который будет конкретной даты дата здесь растянут вот она может длиться и 10 лет и 25 лет вот может все это быть достаточно скоротечно с условием того что некоторые страны имеют очень мощное оружие которое может прекратить на существование очень быстро и к этому в общем то все и пытаются привести потому что элита она все как бы не адекватно реагирует на существующие условия и ситуацию и может скажем так допускать уже дальше свои ошибки она сейчас ошибается в управлении вот и поэтому а здесь речь идет именно о том что будут приняты именно адекватное решение но я на это не надеюсь потому что в общем то ситуация такая что именно размышляющих и думающих людей осталось очень мало вот они в общем то не понимают и не видят вот этих общих тенденций и течений именно развитие социальной среды они этого не видят и не хотят видеть и вот мой текст он для них будет ну будем говорить что как темный лес непонятно о чем человек говорит чего вообще здесь несет какую-то чушь вот и многие это все так и воспринимают смотря мои ролики вот но я говорю об очень серьезных вещах которые действительно произойдут потому что тот же апокалипсис мы о нем говорили еще додолго до того как он произойдет мы уже понимали что рано или поздно он случится случился он вот сейчас то есть это идет только начальной стадии развития развитие систем ситуации развития этого процесса вот который будет дальше продолжаться и вот я уже говорил к чему он приведет нас всех то есть это именно гибель цивилизации или откат назад два два сценария которые сейчас возможны вот в общем будет все очень 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 плохо вот если мы сейчас не начнем уже думать о переходном периоде то есть готовить вот этот анклав который позволит нам именно даст надежду на преображение до человека прежде всего преображение техники техносферы который будет дружести на человеку и магические машины это первый первый скажем так первая ласточка очень примитивная который позволит направит ум и разум человека именно в этот контекст именно технологии природоподобные скорее всего в начальном этапе который приведут именно к развитию человека к тому чтобы его возможности его разумные возможности будут подтянуты под уровень технического развития вот это вот нужно осуществить мы говорим что мы занимаемся человеком человеческой природы вот я пока еще мой голос не слышен и многие не знают моем существование и о тех идеях которых которые о которых я говорю хотя уже это просматривается у многих и многие понимают что сейчас происходит я смотрю и интересуюсь политикой смотрю очень много материалов читаю вот есть некое понимание пока еще примитивное такое вот мутное понимание что нам дальше делать вот она но еще не сформировалась некую политическую платформу который позволит уже в глобальных в в рамках даже империи государств именно вот эту вот политику проводить на это прежде всего идеологический базис я больше не буду как бы пудрить мозги в кавычках вот приобретайте манифест приобретайте магические машины это и код и стандарт прежде всего это базовый год который позволит вам по крайней мере начать процесс преображения то есть даст вам энергию которая даст вас даст вам возможность освоить и понять вот этот вот бурно развивающийся прогресс то есть хотя бы на начальных этапах вы начнете движение уже к стабильному равновесному состоянию с техносферой вот я понимаю что это как бы мы упустили момент этим надо было заниматься раньше вот но момент упущен и это к сожалению сопровождалось огромными кровопролитиями на протяжении 20 века вот и сейчас уже 21 век мы опять столкнулись с теми же проблемами вот и в общем то мы не не прогнозирование планировали именно как бы военных конфликтов потому что здесь возможно противостояние война как бы тихая спокойная без кровопролития но к сожалению видимо не все можно учесть и не все можно спрогнозировать вот соответственно война все-таки началась но эти процессы эпидемии так далее так далее это вот то что нацелена на сокращение населения и сокращение вот этих вот производительных сил чтобы не допустить их дальнейшей концентрации вот то что сейчас происходит все я на этом заканчиваю участвуйте в инвестпроекте под смотрите под роликом будут мои ресурсы ватсап где можно дискутировать обсуждать именно использование магических машин и просто делиться своей информацией какой-то там два значит будет два ресурса это свободная площадка и площадка которая посвящена только обсуждению магических машин их значит всякими всяким вопросом впечатлением опытом и так далее так далее плюс значит телеграм-канал там ничего там публиковать сообщение нельзя но там будут будет свежие публиковаться свежая информация часто об этом ролике вот и есть площадка две площадки чат и сообщества в к также я публикую свои посты в фейсбуке для нашей зарубежной аудитории потому что мы работаем оперируем ко всему человечеству вне зависимости где человек находится и как он относится к нашей стране к россии вот все равно мы как бы поднимаемся уже на уровне ядра человека то есть основа человек и в общем-то спасаем всех потому что мы живем в одной на одной земле плывем в одной подводной лодке и поэтому здесь нельзя разделять нас и это будет неправильно по вопросам решения именно глобальных папа проблем вот то что я сказал подписывайтесь на мой канал голосуйте за мои ролики задумывайтесь о своем будущем вот я думаю что надежду все-таки у нас есть и мы сможем преодолеть вот эти проблемы потому что потому что по крайней мере мы их сформулировали это уже хорошо всего доброго до новых встреч смотрите мой канал